Здравствуйте! В эфире «Итоги» в студии Ян Гермишов. Начали коротко о главных темах выпуска. Из-за проливных дождей в трёх районах Краснодарского края был введён режим ЧС. Реки вышли из берегов, в десяти населённых пунктах подтопления. Более полутора сотен человек были эвакуированы. Как переживали люди разгул стихии. На второй огородной улице в Краснодарске объявлен режим ЧС. Возле одного из домов, расположенных на склоне, сползает грунт. Какие меры предпринимают для ликвидации чрезвычайной ситуации? Их считают современными героями России. Они неделями не выходят из инфекционных госпиталей. Как живут и работают те, кто борются с COVID-19. Часть ограничений, связанных с коронавирусом, проделены в крае ещё на месяц. До 12 июля включительно. Такое решение принято в четверг на заседании оперативного штаба. Учитывались мнения специалистов Минздрава и Роспотребнадзора. Что это означает? Во-первых, в регионе сохраняется масочный режим. Во-вторых, по-прежнему будут закрыты торгово-развлекательные центры, кинотеатры, кафе, фитнес-залы и сауны. Отложено начало работы детских лагерей и садов. В детсадах продолжают действовать дежурные группы. Жителям рекомендуют, как и прежде, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра в магазинах, автобусах и во всех местах, где много людей. Напомню, режим обязательной самоизоляции в нашем крае был снят ещё в начале месяца. Открылись парикмахерские, химчистки, станции техобслуживания, салоны красоты и небольшие непродовольственные магазины. Работать они могут с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности. Кроме того, с 4 июня в регионе отменили электронные пропуска как при передвижениях по городу, так и между населёнными пунктами. Подробная информация об ограничениях, которые сняты и которые продлены, есть на сайте краевого правительства. Мы ещё вернёмся к теме коронавируса, а пока к другим событиям. Из-за проливных дождей, которые обрушились на Сибирь, сразу в трёх районах Красноярского края был введён режим ЧС. Реки Ойя, Мана, Анжа, Сейба вышли из берегов, отчего под водой оказались сразу 10 населённых пунктов. Более полутора сотен человек были эвакуированы. Не обошлось без разрушений. Затопило автомобильные и железные дороги, рухнуло несколько мостов. Как переживали люди в разгул стихии, расскажет Татьяна Потанина. Сегодня Ирину Кравченко муж носит на руках не от любви. В Галошах озеро в ограде Сухим не преодолеть. Вода повсюду. Это наш будущий урожай. Вот всё, что с ним стало. То есть здесь уже ловить нечего просто будет. Старались, трудились, надеялись. Надежды все наши ушли под воду. Несколько дней дождей обернулись для жителей села Ермаковское наводнением. Река переполнилась и хлынула в дома, подвалы, огороды и стайки. Татьяна смогла спасти свою живность. Всю ночь сидим и караулем. Всю ночь. Пострадали огороды, пострадало хозяйство. Курица у меня на крыше, цыплята у меня на другой крыше. На некоторых участках и болотные сапоги не спасут. Люди вытащили резиновые лодки, на них и ездят в магазин, в аптеку и к соседям. На сегодняшний день единственное средство передвижения. Вот такой град аж стекла побило на огурцах. Теплицы на участках Горичегорска, как после обстрела. В Шарыповском районе не просто дождь, а еще и градины, некоторые размером с тонисный мячик, падали с неба около часа. Горки июньского льда еще долго лежали в огородах. Неспокойно и на востоке края, хоть и медленно, но все же поднимается вода в реке Кан. Уже заметны разливы в низинах. Вода вплотную подступает к домам. Местные жители с тревогой наблюдают за колышками, что установлены по берегам. Пока вода добралась только до первого. Скроет второй, значит, уже подтопила дачи. В прошлом году затопило, остались без ничего. Нынче посмотрим, что будет. У вас уже все посажено. Ну, конечно. А как? Где уходить начинает картошка? Это все началось вообще с пяти утра. И за 18 часов уровень просто был уже критический. Ну, больше четырех метров. На глазах просто деревья эти все сносило. С бешеной скоростью они падали. И это было очень страшно. Пожалуй, самая сложная обстановка в Манском районе. Вышедшая из берегов Мана меньше чем за сутки затопила десятки домов в Нарве. Поток уносил с собой вещи, животных и стройматериалы. Невероятными усилиями воду в поселке удалось немного остепенить. С помощью тяжелой техники спасатели прорыли заградительные траншеи. Люди схватили за лопаты и сами сделали насыпи. На улицах сейчас сложно разобрать, где река, а где дорога. Вот эта детская площадка теперь больше похожа на мини-аквапарк. Пострадавших из Нарвы спасатели срочно эвакуировали. Чьи дома и приусадебные участки не намокли, остались, но круглосуточно дежурят. Не доверяют реке. Мы живем на пригорке. Но как бы тоже сегодня всю ночь не спали, потому что вода есть вода. Она может подняться за часы на три метра. В затопленном поселке побывал и губернатор Александр Ус. Он пообщался с местными жителями, поселковыми властями и спасателями. Дороги у нас разрушены. Помощь восстановить. Да, мы тут своими силами будем стараться это все восстановить. Ну, понятно. Помощь все равно нам нужна. Здесь потребуется, во-первых, средство для того, чтобы оказать помощь местным жителям. У нас система отлажена. И каждому человеку, который пострадал от паводков, выплачивается. И кроме этого, от 20 до 50 тысяч пострадавшим домам. Сейчас вот мы поговорили уже с главой о том, что люди должны быть об этом проинформированы. В Манском, Партизанском, Ирбейском, Курагинском, Саянском и других районах края серьезно пострадала инфраструктура. Разрушено 14 дорог разного значения, 3 моста. В правительстве уже предварительно посчитали, сколько средств понадобится на восстановление региональных дорог. Порядка 10 миллионов. Деньги на ремонт возьмут из дорожного фонда. Я выскочила, не поняла, что случилось. Выскочила и упала в воду. Затопила все почти по поясу у нас. В поселке Колбинске стихия застала людей врасплох. Вода подкралась к домам глубокой ночью. Кто-то проснулся, а уже от журчания воды в подполье кого-то разбудили соседи. В 3.15 разбудила Наташа, глава наша. Я подлетела. У нас уже воды было очень много во дворе. Свиньи у меня утонули. Гуры все утонуло. В кухне воды зашла по пояс сейчас у меня. Люди не сразу сумели сориентироваться, что делать. Пенсионерка Галина Лехмус в растерянности. Не представляет, как они с мужем будут восстанавливать жилье и зимовать. На дне оказались хозяйство, грядки, имущество. Мужу говорю, Вите, Витя, мы тонем. Кроме свиньи и 11 курей. Больше не видели. Цыпляток мы потом на досточке планировали. На досточке поймали цыпляток. С 10 осталось трое. Все, все, вот тут плыло, все. Неожиданностью потоп стал не только для колбинцев, но и для чиновников и специалистов. Людей заранее не оповещали, ведь ничего не предвещало беды. Значит, история данного населенного пункта не помнит подобного рода проблем. И на контроле в этой части данный населенный пункт не наблюдался. То есть река не такая полноводная и подъемов таких никогда не было. Малая техника уже не проходит, автобусы тоже. Только спецтехника может пройти. Переживаем очень, потому что идут дожди, продолжаются. Опоры моста рядом с поселком Щетинкино не выдержали мощного напора реки Сейба и рухнули. Ехать по переправе опасно. Дорожники установили здесь заграждение, указали схему объезда. Пятый, пятый. Мост перекрыт, дорога закрыта, в Красноярск не проедешь. Теперь, чтобы попасть в Курагино, нужно сделать крюк в 600 километров через Хакасию. Некоторые автомобилисты все равно пытались укоротить путь. Сломали защиту. Пришлось дежурить круглосуточно. Спасательные работы сейчас продолжаются по всему краю. Относительно сухими остаются разве что северные территории. Спасатели работают без перерыва. Задействовано почти 500 человек и 158 единиц техники. Подтоплены 10 населенных пунктов. Для людей уже развернуто 6 пунктов временного размещения. Всю оперативную информацию по поводковой ситуации размещают на сайтах МЧС и Краевого управления дорог. Из-за подтоплений были разрушены три моста. В Каратурском и Партизанском районах под водой оказались участки дорог в несколько километров. Кое-где на проезжей части уровень воды достигал полутора метров. Когда отремонтируют переправы и дороги? Вот что на этот вопрос нам ответил министр транспорта края Константин Димитров. Не сложно будет восстановить мосты. Мы их переберем, заново поставим на место, подъездные пути отсыпем. Я думаю, после ухода воды мы в течение трех дней дадим проезд везде. Это в Партизанском, Манском районе. Самый сложный вопрос у нас в Курагинском районе. На реке Сейба обрушился мост под мытой опора. Мы также после спадения воды его полностью разберем. В течение двух с половиной трех недель поставим новый временный мост металлический. В следующем году проведем торги по строительству моста. И за два года, уже в 22-м году, введем новый мост. Соответственно, временный демонтируем. Ситуация на дорогах также у нас сложная, но не критическая. Мы обследовали дороги там такие в переходном типе, в твердые довольно-таки надежные дороги были, с кальником отсыпаны. Разрушения будут не сильно значительные. Мы после ухода воды их соберем на место, подсыпем немного дорожной одежды и, в принципе, запустим также, я думаю, в течение двух-трех дней. Понятно, что подтопление зависит от количества осадков. Какая погода будет на следующей неделе, мы сейчас узнаем у нашего постоянного эксперта. Главная синоптика Красноярского гидромедцентра Владимира Еремина. Он на связи с нашей студией. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Ян. Владимир Викторович, ну что нам ожидать, начиная с понедельника? Какая погода будет? Ну, ничем хорошим порадовать в понедельник я красноярцев не могу. По одной простой причине, что в этот день через наш край проходит холодный атмосферный фронт. И, значит, соответственно, который принесет с собой очередное похолодание. То есть порядка 10 градусов ночные температуры и где-нибудь так до 18 примерно градусов дневные. То есть опять длительный, недельный примерно период достаточно прохладной погоды. Осадки будут кратковременные. Возможно грозы, возможно град. Но, так сказать, это будет уже не носить такой массовый характер, как вот прошедшая неделя. Но периодически такая обстановка, она возможна. Владимир Викторович, а что касается вот тех районов, где были подтопления? Тут Манский район, Саянский район, Курагинский. Там ожидаются какие-то осадки обильные? Нет, надо сказать, что осадки, да, они в принципе возможны, но они уже будут незначительные. То есть небольшие. И привести к какому-то серьезному повышению уровня воды в реках, вот в тех перечисленных районах, мы не ожидаем. Спасибо большое, что вы были с нами на связи. Мы беседовали с главным синоптиком Красноярского гидромедцентра Владимиром Ереминым. Как видите, синоптики крупных осадков не обещают на следующей неделе, но будет похолодание. А далее выпуски. После дождей на второй огородной улице в Красноярске объявлен режим ЧАЭС. Возле одного из домов, расположенных на склоне, сползает грунт. Подробности после небольшой паузы. Возвращаемся к итогам. В Красноярске на второй огородной улице введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. В опасности жилой дом на 200 с лишним квартир. Высотка расположена на самом краю глубокого обрыва. Из-за проливных дождей грунт поехал, и вниз упали бетонные блоки, ограждения, фонарный столб и куски асфальта при домовой парковке. Вот как отреагировали на это жители и эксперты. Возвращаемся к дому. У людей уже паника. Мы сползаем, мы сползаем. Сползать эта площадка начала еще прошлым летом. Асфальт раскрошился, на тротуаре и парковке образовалась длинная трещина. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Городским властям поручили срочно принять меры. Эксперты говорят, что следить за состоянием площадки нужно было сразу, как только дом сдали в эксплуатацию. Уже тогда была вероятность, что грунт будет подмывать. Люди боятся жить в этом доме. Проблема еще в том, что дом строила печально известная компания реставрации. Мы теперь не знаем, с кого требовать укрепление вот этого склона. И еще за домом провалился асфальт. То есть идет по всей территории здесь, скорее всего, этот процесс. Люди уже всерьез задумываются о переезде. Строительные эксперты все же не советуют избавляться от жилья. И уверяют, высотка прочно стоит на сваях. Дома номер 22 на второй огородной постоянно следят с помощью специальных маячков. В Красноярск вызвали столичных экспертов, которые ранее занимались этим участком. Территория закрыта для проезда. По заданию мэрии специалисты должны контролировать ситуацию как минимум каждые два часа. Сейчас эксперты определяют объем необходимых работ. В первую очередь нужно решить, как увезти воду, чтобы она и дальше не размывала землю. Базовые цифры, на которые мы рассчитываем, как только мы приступаем, плюс 30 дней. Мы, конечно, будем делать все, чтобы успеть быстрее выполнить эту работу. Достаточно непростая логистика, достаточно непростые транспортные подъезды. Еще один момент, который вызывает у нас напряжение, это та площадка, на которой мы будем размещать вот эту новую, такую опорную конструкцию. Поэтому нам нужно сначала бурильные работы произвести, оценить, что находится там внутри, насколько устойчива эта площадка. Хотя мы понимаем, что эта площадка готовилась под очередной дом, компания «Реставрация». Но сегодня рассчитывать на принятые решения этой компании и доверять ей не стоит, мы уже с вами убедились. А теперь к ситуации с коронавирусом. С понедельника по пятницу в крае заболели 858 человек. Это почти на полторы сотни больше, чем в предыдущие две недели. За пять дней от коронавируса скончались 15 жителей края. Но есть и хорошая новость. Существенно выросло количество выздоровевших. С понедельника по пятницу выписали 634 человека. Это на 200 больше, чем на прошлой рабочей неделе. Сейчас в крае для больных коронавирусом подготовлено порядка 4000 коек. В районах края запас свободных мест составляет 31%. В Красноярске коечный фонд заполнен на три четверти. Еще в начале июня этот показатель был на уровне 90%. Напряженность снизилась в том числе и за счет новых мест для больных COVID-19. На этой неделе в краевом центре открыли два инфекционных госпиталя. Под временную больницу переоборудовали центр нейрореабилитации МФМБА на Маркса. В палатах установили новое оборудование и мебель. Помещение рассчитано на 110 мест. Там оказывают помощь пациентам с легкой формой инфекции. Еще один корпус для легковольных открыли на базе Красноярского общежития. Это здание на улице Рокоссовского. Такая временная больница рассчитана на 480 мест. На смену уже заступили медики Красноярской краевой больницы. Губернатор Александр Ус после встречи с врачами госпиталя отметил их высокий профессионализм. Это действительно госпиталь приспособленный. Он выглядит довольно скромно. Это бывшее общежитие. Поэтому тут точно не сахар. Особенно для тех, кто болеет. Но я хочу сказать спасибо и строителям, и медикам, которые быстро все подготовили, прошли дополнительное обучение и сейчас готовы к пациентам. Ну и не могу не сказать добрые слова в адрес наших красноярцев, которые вот жили здесь, в этом общежитии. Это более 70 человек. Им были предоставлены неподалеку здесь новые места, комнаты. А теперь к ситуации в Норильске, где продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Следственный комитет задержал еще троих руководителей ТЭЦ-3, которых подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленного объекта. Речь идет о директоре предприятия, главном инженере и его заместителе. В ведомстве уверенный резервуар лопнул из-за того, что на предприятии пренебрегли мерами безопасности. Комиссия, которую возглавляли задержанные, одобрила эксплуатацию потенциально аварийного оборудования. По версии следователей, конструкция требовала капитального ремонта еще два года назад. Выяснили это после проведения экспертизы. За необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду Степанов, Смирнов и Кузнецов задержаны по подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды. В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. А вот как задержание руководителей ТЭЦ-3 прокомментировали в Норникеле. Считаем данную меру неоправданно жесткой. Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами. И сегодня они были гораздо бы полезнее на ликвидации последствий аварии. А в четверг стало известно, что в отношении мэра Норильска Рината Ахмеченова сбуждено уголовное дело по факту халатности, то есть неисполнение своих служебных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации. Как комментирует в Следственном комитете, цитирую. В ходе расследования установлено, что Ахмечен, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации последствий не принял. Конец цитаты. В частности, Ахмечену вменяют вину, что он не скоординировал действия местного управления ГОЧС и не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды. Главе Норильска уже предъявили обвинение. Тем временем аварийно-спасательные операции после разлива нефтепродуктов в Норильске продолжаются. Напомню, ЧП произошло 29 мая. Огромный резервуар на ТЭЦ-3 лопнул и свыше 20 тонн дизельного топлива попали в грунт и реку Амбарны. Сейчас на месте работают почти 700 человек, больше 260 машин и 10 воздушных судов. Как говорят спасатели, сейчас в сутки они откачивают из реки примерно 3,5 тысячи кубометров смеси из топлива и воды. Вот как оценивают текущую ситуацию спасатели. Нам еще повезло, что дизельное топливо это высокого качества и в принципе не наблюдается никакой осадки на грунты. То есть оно легкое и легко собирается с поверхности воды. Основное это то, что мы, это пятно это локализовано, никуда оно больше не уйдет. Мы его тут уничтожим, это пятно. Сейчас мы вышли на показатель 3,5 тысячи кубов в день. Ну, срок у нас есть, я не хочу говорить там какую-то дату, но я надеюсь, что в течение недели мы все это закроем. Главное, чтобы нас не подвела погода. А далее выпуски. Их считают героями России. Как работают врачи инфекционных госпиталей расскажем в следующей части программы. Возвращаемся к итогам. В пятницу 12 июня в стране отметили День России. Из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены. Тем не менее праздник состоялся. В День Дня России на караульной горе в Красноярске подняли государственный флаг. Каждый год его устанавливают на самой высокой точке, чтобы флаг был виден из всех районов города. А в Сосновоборске гигантский триколор спустили с крыши Дома культуры мечта. Это одно из самых больших полотнич в нашем регионе. Его площадь более 400 квадратных метров. А ровно в полдень люди вышли на балконы, чтобы исполнить гимн России. Помогали им в этом профессиональные музыканты. Например, в Студгородке жителям аккомпанировал военный оркестр. А вот солисты хора Сибирского мужского монастыря исполнили гимн рядом с одной из визитных карточек города – Успенской обителью. Мощных голосов слышала вся округа. Славься Отечество наше свободное! В Красноярске на острове Татыша в День России прошел фестиваль граффити. Из-за пандемии художников было немного. В этом году тема фестиваля «Современные герои». Участники решили изобразить врачей, которые сейчас находятся в красной зоне и работают с больными COVID-19. И действительно, сейчас слово «врач» стало практически синонимом к слову «герой». Больше 5000 медиков оставили свои семьи и круглосуточно работают в инфекционных госпиталях Красноярского края. Как им живется и работает на передовой. Материал Екатерины Гринаж. День рождения! День рождения! День рождения! Ура! Дима, я сколько лет? 28. День рождения врача Дмитрия Морозова – общий праздник для всех работников инфекционного госпиталя. Работа и личное в красной зоне практически смешались. Рядом с Дмитрием нет родных, но есть коллеги, с которыми за месяц они уже стали близкими людьми. Работают, живут и общаются тесным кругом. Сам Дмитрий перевелся в госпиталь из районной поликлиники. До пандемии он, как и все мы, уходил из дома по утрам, возвращался вечером. Теперь он 24 часа в сутки в замкнутом пространстве. Среди тех, кто тоже не побоялся выйти на борьбу с неизвестной инфекцией. Сложно, что никто не знает, чем 100% лечить. В Москве всегда такие же врачи, как и мы. И, другого говоря, все мы пробуем препараты, смотрим и эту реакцию. И все другие заболевания можно, если ты сомневаешься, почитать в том же интернете, в учебнике, спросить кого-то, там, принять рекомендации, даже те же вузовские, почитать американские. Тут практически ничего. Под наблюдением каждого врача может быть до 10 больных одновременно. Среди них есть и тяжелые. Рабочий день у медиков в красной зоне длится 8 часов в сутки. Но все это время они проводят в защитных костюмах. Амуниция состоит из семи предметов, в том числе пижама, комбинезоны, защитные очки. То, что работать в них тяжело, понятно по фотографиям. Лица с ссадинами от очков, усталые глаза. Только по ним, по глазам пациенты узнают медиков и находят там поддержку. Жить вдали от семьи, в замкнутом пространстве и работать в зоне заражения – это стресс. Многие месяцами не видели своих родителей и детей. А некоторые сами еще недавно считались детьми и были просто студентами. Здравствуйте. Я Соломенников Владислав. Студент 325 группы факультета лечебное дело Красноярского государства Медицинского университета. Я являюсь сотрудником 4-й межрайонной клинической больницы на должности санитар в приемном отделении. Работать сюда я пришел абсолютно добровольно. К трудностям работы я привык примерно за одну неделю. Самая большая из всех трудностей для меня – это ношение защитного костюма. На данный момент времени в моем университете проходит сессия, которую мы сдаем дистанционно. Но даже в этих условиях врачи находят время для любимых занятий. Они не забросили спорт, занимаются музыкой, поют песни. Это как отдушина для себя и для коллег. С врачами из инфекционных госпиталей работают психологи. Они проводят занятия и тренинги онлайн. Морально поддерживают, конечно, близкие и друзья по телефону. Скучают. Вот эти кадры встречи медсестры с домашним любимцем с собакой уже облетели весь интернет. Но больше всего врачи ждут поддержку от горожан, чтобы люди позаботились о своем здоровье и здоровье своих близких. Как говорят медики, если врачи и люди объединятся, то инфекции не останется шансов. Ведь это только для нас, люди в защитных костюмах, это стойкие супергерои. А для семьи это мамы и папы, которые неделями живут на работе в зоне заражения. И, пожалуй, главная их суперспособность – это любовь к людям и настойчивость в борьбе за каждого пациента. Спасибо большое вам, что вы лечите так хорошо, вы лечите людей. Мы очень благодарны вам. Дай Бог вам здоровья на долгие-долгие годы. Очень хорошо сказано. Присоединяюсь к этим словам. Спасибо вам, дорогие врачи. И все же берегите себя. Мы нам очень нужны. На этом у меня все. С вами был Ян Ермешов. Всего доброго. До встречи через неделю.